Всем доброго времени суток, сегодня у нас 8 ноября, канал Azimani Поговорим немножко об Амазоне На данный момент хотел обсудить два направления Это, так скажем, вкратце, это продвижение Есть нюансы, как бы вот сейчас разбирались, вылезли И выбор товара Ну то есть, на самом деле, самых два основных таких элемента Которые я хотел бы рассказать Так, ну, во-первых, хочу группу показать в Фейсбуке Вот у нас основная, как бы, группа И здесь все, какие еще есть группы Или вот в описании в Фейсбук Всех приглашаю, то есть в любом случае здесь достаточно информации Чтобы вам было чем, и с кем пообщаться, задавать вопросы и все остальное Так, значит, первый вопрос Что касается выбора товара Я встречаюсь в основном и вижу для себя три основных направления Первое направление это заполнение объективными показателями Какие-нибудь таблицы, Excel там или еще какие-либо Google, так скажем Там забиваем данные, забиваем кучу показателей Сводим, выводим и выбираем тот товар, который подходит по всем показателям Или подходит максимально хорошо по этим показателям Второй вариант это у нас чек-листы Чек-листы, также мы видим там различные вопросы, ответы И, соответственно, ставим себе оценки, оценки своему товару Эти два вида отчета, они, на мой взгляд, дают мнимую уверенность в том, что мы попали правильно в товар Потому что объективно оценить достаточно сложно, как бы там ни было Действительно нужен хотя бы независимый какой-то человек, который вас будет контролировать Психология, она никуда-никуда, никогда не уходит И психологический момент, нравится товар, не нравится, что вы о нем думаете, какой у вас жизненный опыт В любом случае отложит свой отпечаток Это имейте в виду Третий вариант, третий вариант я как себе вижу Самый простой, наверное, но и самый сложный с другой стороны Третий вариант подразумевает под себя это, во-первых, анализ, в принципе, всего Амазона То есть вы должны примерно представлять, что на Амазоне продается Так же, как в большом гипермаркете вы не будете покупать какие-то определенные вещи И, наоборот, какие-то вещи будете покупать То есть для вас будет понимание, что внизу будет там продуктовый магазин, якорный арендатор Сверху будет развлекаловка, кинотеатр, детские магазины На первом этаже будут ювелирные изделия, более дорогие, ну и так далее То есть в любом случае построение Амазона строится абсолютно так же То есть в Амазоне что-то определенные вещи какие-то продаются, какие-то не продаются Для этого в идеале надо в любом случае пройти хотя бы все департаменты и посмотреть все товары Проанализировать, записать, сделать пометки И потом уже сделать для себя какой-то выбор Ну и тут мой третий вариант, я его рассматриваю То есть я рассматриваю именно просто ниши, где есть деньги То есть где большие обороты в день и в месяц не столь важны Просто разные отчеты показывают разные цифры То есть для себя я выстроил именно отчет, статистику, где реально большие продажи Соответственно уже из этого я выбираю по другим показателям То есть показатели в первую очередь естественно это конкуренция Конкуренция, насколько сделаны правильные листинги, насколько сложно влезть Потому что в топах уже нет плохих листингов Великолепных хоть бы не было То есть я рассуждаю именно так Естественно звезды Звезды мы смотрим, особенно по нынешней ситуации Нам их подтянуть сложно Обрезали их так много Для новичков усложнили вход в этот бизнес И здесь по звездам я больше ориентируюсь на то, какое количество звезд Ориентируюсь Ну в принципе звезды показатель С одной стороны качество товара, с другой стороны Сколько продавец этим бизнесом занимается Этот товар продает, то есть возраст этого товара И анализирую, еще есть такие нюансы Связанные, например, бывают ниши товара, где есть деньги, есть продажи хорошие Ну например, даже у топовых продавцов максимум 4 звезды 3,5-4 То есть это о чем разговор? О том, что если вы все-таки с 5 звездами улучшите как-то этот качественный продукт У вас будут шансы Потому что я рассуждаю достаточно просто и прозаично Если мы умеем продвигать товар Можем вывести на первую страницу Естественно, просчитывая бюджет Естественно, просчитывая свои силы и возможности Мы, соответственно Уже сравним себя с топом То есть перед тем, как пойти вверх-вперед Мы должны объективно оценить свои возможности Соответственно, мы должны взять И посмотреть Если вот в данный момент мы окажемся, например, в топ-3 Будут ли наши товары покупать? То есть должны проверить и фото, и лисинги, и все остальное, и цены Если вы считаете, что нет, тогда смысл туда идти Соответственно, надо все это подготовить И не надо идти с ценой в 2 раза дороже, там, в 1,5 раза дороже Вы новичок У вас заведомо, даже если вы выйдете туда Абсолютно с такого же качества лисинга Ну, предположим, он великолепный просто Ну, вообще вот, супер И вам нравится Вы сделали примерно похожего уровня У вас в любом случае будет всегда недостаток Это количество отзывов Так как вы новичок Соответственно, если у вас все то же самое Но количество отзывов меньше Шансов, так скажем, не так уж и много Но мы можем это, естественно, нивелировать Исключительно подарком, исключительно ценой Лучше лисинг делать Ну, это вот, есть, конечно, фанаты Которые там рассказывают Не так просто лучше сделать лисинг Там, тех же профессионалов Ну, в любом случае можно Ну, лисинг, он там, на SEO влияет Но никак не на покупателей Очень часто мы выходим с лисингом Там, 200 символов в тайтле Много бультов, всего остального А покупателю это не надо Это надо только для продвижения А чтобы читабельность была Чтобы было удобно и понятно Что за товар Читателю это абсолютно не интересно Точнее, читателю, покупателю Покупателю нужно просто, понятно Есть призыв к действию Есть описание товара Есть его свойства И есть отзывы на этот товар Ну, помимо фотографий, естественно Вот, так что по выбору товара Еще хотел добавить Почему таблицей вот это все Немножко неактуально Мне кажется, это больше ввод в заблуждение Из-за того, исключительно, что При выборе товара Мы всегда отстаем Как минимум на 2-3 месяца Вопрос, за сколько вы привезете товар До пункта назначения То есть до самого Амазон Когда с момента выбора этого товара И окончания, в принципе, ресерча Вы начинаете им торговать Соответственно, вот в этот промежуток В это время Спокойно могут выйти другие конкуренты С абсолютно другой ценой И достаточно большое количество людей Сталкивается с этой проблемой Когда они выбрали Был хороший запас в цене Маржа хорошая То есть доход Конкуренция низкая Листинги плохие А через 3 месяца Уже у вас Вылезли новые конкуренты Такие же молодые Так же они продвигают товар активно Много чего делают Предлагают те же подарки И цены более низкие Так что имейте в виду, что Невозможно нормально Вот просто взять и выбрать Без долики удачи Потому что все может быть Если бы вы выбрали товар И мгновенно он появлялся на Амазоне Это одна из ситуаций Но так как временной лаг Не позволяет это сделать Как правило Переговоры занимают Я не знаю Великолепных переговоров От недели до двух Минимум Если вам все повезло С первой попытки Выбрали товар Адекватные производители попались Которые на контакт нормально идут Нормальная цена То есть вы просчитали Маржа на данный момент Вас устраивает То есть все нормально А может быть Вы продобрали несколько товаров Вас маржа не устраивает Или производители Какие-нибудь гнилые попались То есть все что угодно может быть То есть с первого захода На Алибабу Или на другие площадки Не всегда все сразу получается Так что закладывать Минимум два месяца От двух до трех месяцев Это нормально Для запуска Вот имейте в виду Второй момент Даже если вы вышли Вовремя Даже если вы Мгновенно бы вышли Может быть ситуация сложится так Что со временем Просто эту нишу Также пробьют Другие конкуренты И в течение этих двух Трех месяцев Произойдет та же самая ситуация У меня есть знакомый Который начинал с 20 долларов При себестоимости 10.50 Через 4 месяца Ниша сдулась И уже по 8 баксов Некоторые продают Ну и это естественно Минимально Но в любом случае По 20 уже никто не продает А там 12-13 долларов Вот и все То есть Только полагаться На какую-то Мега грамотную таблицу На супер правильный выбор Нельзя Это бизнес такой Постоянно изменяющийся Соответственно Надо понимать Что надо много товаров Иметь Чтобы риски уменьшить И надо постоянно Над этим работать Нельзя рассчитывать На один простой товар Ну если естественно Не патентованная Какая-то там Действительно идея И все вот эти вот моменты На это действительно уже Ну это уже высший пилотаж Это уже где-то наверное Побольше Подольше Там Не сразу все это получается Так Первый момент И плавно переходим В продвижение Потому что Переговоры Все вот эти моменты Ничего там такого Сложного я не вижу А момент продвижения Как вот сейчас мы товар Показываем Ну там Проблемы возникли С продолжением видеозаписи Нужно видеоредактором работать Чуть-чуть попозже Выложу продолжение Этой серии Виде про конкретный товар Здесь получается продвижение Мы там продвигаем Как раз По двум фразам Это на раздаче Тащим бестселлер Под категорию И тащим Основной ключевой фраз И через SEO Ну SEO в кавычках Индусы там Я не знаю Сами руками Ногами печатают Заходят Все эти виш-листы Делают И все остальное Супер Великая тактика Стратегия Очень Известных Наших учителей Так скажем Но в любом случае Алгоритм Амазон Постоянно меняется Много всяких моментов И для меня Лично продвижение Должно быть Работать в комплексе И пейперклик Должно работать Полный возможный Внешний трафик То есть Чем более Развитый Чем больше Вложено денег И всего остального Надо уметь Все это делать Действительно Качественно Правильно И так далее Остановимся на двух Самых очевидных Простых Вещах Это раздача И это Бангладешское Продвижение Или пакистанское Неважно Потому что Это самое начало Что надо делать Пейперклик Уже следующий этап Внешний трафик Не знаю На каком этапе На начальном этапе В принципе Можно сгоняться Но в любом случае Нужно получить опыт Соответственно Мы раздаем Раздаем на отзывы Раздаем Просто для стимуляции Продаж Чтобы нас Лучше индексировали Вот На данный момент У нас результат То есть За 6 дней Мы по тому товару Вышли на первую страницу Пока продаж еще нет Но Всеошники Нас подвели По второй фразе Они просто Не приступают к работе Ну вот так Вот Я не знаю С чем связано Мы предполагаем Что они Ну ненадежные просто люди То есть Не можем себе Контакты найти И на данный момент Ко мне Прошу Не особо Бессмысленно обращаться По поводу Кого посоветовать Потому что Когда будет Кого посоветовать Я об этом скажу То есть Сейчас Очень сложно Договориться С этими индусами Потому что Они обещают Одно Делают другое В принципе Достаточно легко Проверить Работали они Не работали Просто заходим В репорт Бизнес-репорт И смотрим сессии Увеличилось Количество сессий Не увеличилось Мы например На первой странице Вышли У нас Сессии сразу Поднялись То есть Там С 10 сессий Гру говоря До 150 То есть Там В 10 с лишним Раз То есть Вот вторая Первая страница Мы на пятый день Были в середине Второй Четвертый день В начале Второй То есть Ну вот так Потихонечку Потихонечку Продвигались Ниша у нас Там где 25 продаж В среднем На первой странице В день Мы раздавали Примерно 10 продаж Ну 25 это в среднем Соответственно Кто-то и 60 продает Кто-то и 10 продает Но так как Мы стабильно Раздаем Стабильно У нас как бы Есть гипотетические Продажи для Амазона У нас продвигает Сейчас мы Посев К сожалению Вот эту фразу Вторую Подтянуть не можем Потому что Просто договариваемся Люди ничего не делают Из-за этого Есть с этим сложности Путевок Их очень много Просто Огромное количество Мы на данный момент Просто пробуем ищем Сейчас мы пока Приостановили Все это севом Почему? Потому что Мы очень быстро вышли На первую страницу Отзывов у нас всего там Пара Вот Мы как бы Заказали через Нашу группу 10 отзывов Через вот это вот Вот И на данный момент Они подходят То есть Покупки идут Постепенно Их пишут 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 Но Органика Как я уже говорил Первая страница Дает 80% продаж Как бы С ключевой фразы А Первая тройка Дает 68% Из Всех этих продаж Так что Надо подниматься Вверх Но так как Отзывов мало Мы пока Играемся с ценой Индусов Мы пока Притормозили И мы сейчас На данный момент Экспериментируем Потому что Во-первых Надо в любом случае Лисин Как бы мы ни думали И ни подготавливались Все равно Меняя фотографии Меняем То есть сейчас На данный момент Пробуем Теперь Ремарочка По поводу Вот этого Индусского продвижения Столкнулся я уже То есть Несколько людей Это запустили Изменили Мы также С этим столкнулись То есть Как это все происходит Есть нюанс При раздаче товара Когда мы его раздаем Ну предположим Там Ну за какую-то стоимость Вот Здесь надо знать Здесь надо уметь Можно платить Вера Линч Можно платить Зонбласт Можно кому угодно платить То есть Можно платить деньги За раздачу Бесплатно Вашего товара Или практически бесплатно Можно делать это все самим То есть на этом Можно серьезно сэкономить Вот Ну делает каждый Я смотрю В группах Все больше и больше людей Заказывают там Услуги Соответственно Я понимаю Что у людей Большие деньги вложены А продаж-то нет И продаж нет Они Потому что Они на первой странице То есть Люди реально не умеют Ну не могут продвинуть Мы чем мы занимаемся Именно продвижением На первой странице Мы не занимаемся Покупкой или продаж Вашего товара Но мы реально помогаем По крайней мере продвинуть Продвигаем Еще раз говорю Без секретов Это Невеликая тайна Исключительно Сочетанием Некоторых Действий То есть это Раздача на отзывы Раздача Для продвижения Тем же SEO Немножко Ну и все вот эти вот моменты Но Когда мы раздаем Еще раз говорю Мы подтягиваем Параллельно Еще Дополнительные Ключевые фразы Почему? Потому что Конверсия повышается Посещений у нас Не так много Вот мы поднялись На первую страницу Конверсия упала Потому что При тех же Раздачах 10 штук Посещений На странице стало много Из-за чего мы сделали вывод Что что-то у нас С листингом-то неправильно Надо его менять Надо корректировать Начали менять цену Ну это все время Все деньги Время, деньги Время, деньги Вот На данный момент Мы этим конкретно И занимаемся Изменением Из-за этого Скорректировали Свою тактику Потому что Еще раз говорю Каждый товар Запуск каждого товара Индивидуально У каждого товара И своя специфика Некоторые товары Сразу продаются Некоторые товары Наверное даже При всех раскладах И всех вложенных деньгах Не заработают По каким-либо причинам Вот И получается Из-за хорошей конверсии Так что Конверсия что это такое? Посещение Нашей страницы И одновременно покупки То есть Соотношение покупок Посещения Но Много людей Уже столкнулись С проблемой Через продвижение Через SEO Какие проблемы Здесь возникают? Проблема Достаточно простая Чем они занимаются? Они занимаются Исключительно Заходом на нашу страницу То есть Убивание нам конверсии Причем Абсолютно убивание Люди Падали Мне говорили До 0-0 Там 1% Конверсия То есть Я падал Своим товаром Когда экспериментировал Не помню 1 Или 5 Или 4 Ну что-то такое Ну вот люди падают Меньше 1% Еще раз говорю Потому что Индусы Что они делают? Они создают Индивидуальность Делают аккаунт Заходят Добавляют Вишлист Хорошие индусы Там Пакистанцы Они еще Задают вопрос То есть Находят Какое-то время На странице То есть Тратят время Больше А плохие Просто добавляют Вишлист Опять удаляют Все Заводят Опять Так сказать Личность Делают новый аккаунт На новом браузере Чтобы без куки Без всего И опять Все это по кругу Гоняют Так что Конверсия Они убивают Значительно Это мне напоминает Очень сильно Когда мы без лендинга Напрямую Гоним внешний трафик То есть В принципе Это и есть Внешний трафик Вот И когда нам говорят То что бан То что там Пятый-десятый Да Внешний трафик Они вишлист Все не добавляют А здесь вишлист Добавляют Так что И в этом отношении Действительно Риски выше И есть за что Зацепиться Амазона Но Еще раз говорю Каждый делает выбор Индидуально И решает Своё продвижение По-своему То есть Свои риски Надо правильно оценить Надо иметь возможность И принимать решение Если этой возможности нет То соответственно На это еще хуже Ну вот Конверсия у нас падает И мы двигаем То есть например Индусам Заказывай Это Например Одну фразу И по этой фразе Мы будем продвигаться Действительно На первую страницу Но По всем остальным фразам Мы будем тонуть Соответственно Почему я и говорю Должно быть Должно быть продвижение Сбалансированное То есть вот Я не говорю Что мы правильно делаем Там неправильно Но в любом случае Надо и раздавать То есть Ну если у вас есть органика И вы добавляете Это то же самое То есть раздача и органика Это именно та сумма Продаж На которую вы рассчитываете И которую вы вкладываете В маркетинг Если органика То у вас нет Никаких затрат Вы еще и зарабатываете Даже если в минус То есть у нас сейчас задача Мы чуть ли не в минус Продаем товар Чтобы зацепиться за органик То есть почувствовать Вот этот момент Вот Идея Именно такая То есть раздача Повышает конверсию А Сева Ну в кавычках Понижает конверсию Соответственно Не злоупотребляйте Просто с чем-то одним Я понимаю Когда у людей Маленький товар на остатке Особенно дорогой товар Кроме как Вот Обратиться к пакистанцам Ну я честно могу сказать Только пейпер клик Да Пейпер клик Опять же Долго Муторно И Там Разбираться Мама не горю Сева Это самое простое Но еще раз говорю С вот этим Сева Пакистанским Есть рисков больше Вот В плане того Что гипотетически Все-таки Бан может быть Хотя я сколько людей Не разговаривал Чем больше я об этом говорю Ничего-то я особо не слышал Есть там Слухи Так скажем Об одном Который человек продвигает Ну не знаю Я как бы не подтверждаю Не могу сказать точно Но в любом случае Все остальные Этим Уже может быть Даже заупотреблять Начали То есть я со многими Общаюсь Многие запускают У многих проблемы Что да Действительно То же самое Как у нас То есть договорились Особенно у вас с ручкой Они да Да Мы запускаем Потом бах Два Три дня А Посещение То есть Сессии Не изменяется Ну значит Люди ничего не делают То есть Это в принципе понятно Так что Так что Так что Умозаключение По поводу Продвижения По поводу Выбора товара Вам принимать решение Если что-то Интересно Обращайтесь Вот наши группы В принципе Можете мне по скайпу Набрать И Можно в принципе Более подробно По этому поводу Пообщаться В принципе Все Всем удачи Всем пока Как всегда Лайки Без лайки